Каршеринг под надзором. Сегодня сотрудники ГИБДД проверили водителей, пользующихся арендованными автомобилями. Связано это с тем, что многие автомобилисты, использующие такой сервис, не всегда соблюдают правила дорожного движения. Могут даже управлять машиной, будучи нетрезвыми или вовсе без прав. К слову, сесть за руль такого автомобиля может едва ли не любой. Левиса Минязова с подробностями. Утренний развод и автоинспекторы отправляются ловить нарушителей. Сегодня пристальное внимание направлено на водителей арендующих автомобилей, так называемый каршеринг. Такой вид езды в Казани появился совсем недавно, но рост аварий с участием водителей арендованных машин растет. 52 аварий за полтора месяца. В двух случаях водители скрылись с места происшествия, еще в двух управляли машиной, будучи нетрезвыми. Были и те, кто ездил и вовсе без прав. Ответственность за подобное, считают в госавтоинспекции, несут и те, кто сдает автомобили на короткий срок. Это юридическое лицо, которое несет определенную ответственность за предоставление своих транспортных средств на основе проката, либо каршеринга. В любом случае, к этому юридическому лицу также предъявляется ряд требований. И в случае выявления нарушений со стороны юридического лица, к ним тоже будут применяться санкции, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Для аренды автомобиля много усилий не требуется, признаются водители. Всего лишь нужно скачать приложение в интернете и забить туда свои данные. Права, паспорт, все, быстро за сутки можно зарегистрироваться. Главная особенность каршеринга в том, что за руль может сесть едва ли не любой. Сегодня за 4 часа рейда автоинспекторы выявили 12 нарушений водителями арендованных автомобилей. В основном это не пристегнутые ремни безопасности и разговоры по мобильному телефону за рулем. Заодно проверяли и таксистов. К примеру, один из них ездил с иностранными правами. По закону заниматься извозом с такими документами нельзя. Штраф до 15 тысяч рублей. Откруйте, пожалуйста. Также инспекторы заподозрили, что мужчина пребывает в стране незаконно. В случае подтверждения подозрений мужчине может грозить не только штраф, но и депортация. Нафиса Минязова, Данил Филатов, Вызов 112.